видео никак не хочется ставится на нормальную диафрагму ну ладно его проблемы я тут помаленьку заниматься начал конструированием мебели но это я конечно так издеваюсь но тем не менее вот тут бензина оставалось вырезал такой кубик его не видно даже до придется искать искать мой аппарат сейчас есть он включится но уже я ужин и ура включился вот моя мебель 1 как говорится не хватило на один шов ему пройтись четырехгранник ну не 4 прямоугольник кубик такой сделать в общем обживаю все надо еще с мусорка разбираться придется лопату провести штыковую это все обжечь и закопать шутки медведям не лазил банки обожженные конечно но все равно помойка чтоб она что-то за пять дней накопилось по чуть-чуть по чуть-чуть и мусору уже это ну вот уже 2020 я сказал начал я трансляцию и холодина буквально я успел разогреть супчик после того как ходил пилил тут я все замастил подсевом себе еще он продолжение потому что там хлюпала вода вон то он все где лежит пила сейчас замощенная то есть приятно грязь во-первых не пристает ботинкам ничего не сыпется в постель случае чего как говорится дождь может если начнется ливень может каша притопит лужи эти такой средней паршивости дождик с учетом того что тент потому что топит обычно вода не та которая заливает да ваш бивак а та вода которая притекает откуда-нибудь а притечь она может с половины сопки ручей окажется на этом месте в один прекрасный момент и все короче их она вашему костру вот кстати о чем хорош мангал что ну сантиметров на 25 он приподнят соответственно воды он не боится если вдруг начнет течь понизу что есть плюс короче в отличие от костра который наоборот окажется лужи и все начнет дымить пыхтеть и и общем сливаю воду как говорится ну и нашел я пол стриделя с изюмом половинку и сейчас йог таежный не ахти конечно читай шиповник так и не собрал но тем не менее быть бутылки вот я набрал воды но они горлышки узкие здесь пошире замерзнут у меня раз литр еще полторашка было и еще где-то литрушка тоже широким горлышком три с половиной литра в общем пол-литра уже истратил на мытье посуды так что решил не экономить все помыл нормально мог еще полторашку набрать ну и и надо мыть бутылку сам поэтому не проверенные подобралась под чего она понюхал там тархун был она такая вонючая что прям кошмар чтобы отмыть тархун я не знаю надо сколько там ну и вот все все сижу я в принципе может отобьюсь пораньше потому что утром светло рано 6 утра уже светло это я сегодня вот практически до пол восьмого валялся ленился попил чая горячего и люк опять потому что нечего ловить холод но я думаю тоже ночь будет не такая холодная ну минус минус 5 вполне что-то бешеное потепление не наблюдается пока пошел зачерпывать снега он уже замерз то есть не мог уже твердый то есть на снегу уже минус извините я тут жую в общем такие вот курсы выживания я делюсь как говорится электрона до снимаю у меня тут еще кстати несъеденная тушенка но ее там половина банки я в принципе взялся после саларийной работы думал вечером пойму что я уже не реагирую хлеба стал черный под нее лучок свежий луковичку который на уху должна быть и каша но это завтра утром наверно перед дорогой наверно все у меня там масло осталось на бутерброд как раз на один утренний нормально конечно пачка сосисок смотрелось бы круче но это будет не выживание это будет комфорт вообще что у нас медведи подумают если мы будем трескать сосиски тут они о нас подумают сука городские пришли тут устраивают бардак и сожрут сосиски а потом еще возможно вот полная сегодня поэтому объявляю вполне официально об открытии курсов таежного выживания лето сезон весна зимы пока не будет извините не хочу вас осень осень тоже до 1 до ледостава то есть осень такая золотая прямо скажем сентябрь начало октября ноябрь вряд ли потому что ноябрь тяжело уже во всех смыслах от 30 сентября до 20 октября можете записываться в общем не больше двух человек за раз то есть или пара мальчик девочка или пара человек тарифаны там подруги неважно потому что просто больше двух человек я не услежу а тайга вещь такая заблудиться дважды два ну выживание что включает в общем все практически навыки от разведения костра кто ни разу не разводил приготовление там чего-то бивака обустройство до знакомства значит флорой фауна с едобными мухоморами и сушеными белыми грибами рыбами от карася до угря ленка это имени там даже может хариус кому повезет способами их ловли от безобидных до самых откровенно народных ну разумеется это только сетки да причем такие походные небольшие почему но чтоб имели представление люди чтобы знали откуда берется умели мало ли вдруг вам придется накроет вас катаклизм вам придется вязать сетку из волос и ловить рыбу не почему нет а юрич уже вас обучит чему-то и какую рыбу есть да то есть поймаете каких-нибудь морских ежей вот значит дальневосточный регион особенно рекомендую жителям всяких столиц обратить внимание на это потому что у нас этот будет тепло и кайфово а вот как раз средняя полоса будет вот там где она сейчас возможно кто-то просто хочет по ностальгировать курс будет примерно 7 суток 6 основных два дня тайга два дня река два дня горы один день резервный и два уровня сложности пока особых крутых таких не будет что вам дали нож и вы там кувыркаетесь нет будет все сидящем режиме потому что вот есть спортсмены они допустим бегают на условно говоря не берут ничего выжимают мог грязный бляха березовую кору и прочее и гордятся этим очень нет мы будем по человечески курс выживания с эффективным комфортом максимальным не скажешь да ну такой что человек чувствует себя практически как в квартире которая конечно не фонтан которая протекает где-то где-то поддувает где-то там холод ну в принципе в лесу не пропадет то есть пробродить там не пять не быть не замерзшим не голодным не простывшим это все вот я вас научу кто не умеет навыки у меня офигительные в лесу вообще с детства да ну не скажу что этом пять лет уходил в лес нет конечно но в шестом классе я уже рассекал в туристическом кружке и был как говорится основным это как в песне да у нас кому не был василий основной антихьюзерс наводил на всю силу ну в принципе таким человеком вся толпа может заблудиться куда-то уйти я всегда как говорится выводил всех сам выходил всякие придумал маршруты в общем участвовал там соревнованиях был даже призером городским во всяким спортивным ориентированием за за город на край выступал но моя служба пограничникам это отдельная песня короче это я могу многое рассказывать как я ягоду собирал на горной речке ты собираешь ягоду из коробами сплавляешься по бушующей реке которая сезон дождей как раз брусника наливается крупность становится но на речке черти чё коряги плавут скорость сумасшедшая ты и между корягами к берегу пытаешься пристроить чтобы станцию не проплыть уж если проплывешь то по этой сумасшедшей реке с кучей проток еще 20 километров плыть и не там просто тащить далеко очень на станции еще километра два тащить а тут 300 метров выходишь платформа паровоз и ты уже это курсы будут не бесплатные но цена разумная о цене мы как говорится сделаем сайт поговорим отдельно смотрите сезон открыт то есть ничего не это в принципе есть вариант еще зацепить приморский край море горы и тайгу но там своя специфика ну как бы сейчас надо перетереть человеком который там в принципе может этим заниматься потому что меня может не хватить я не думаю что много желающих будет да ну как бы сами понимаете билеты до дальнего востока наверно сейчас ого-го какие плюс тут тоже не бесплатно все будет ну вертолеты летают не снял я случае чего вывезут отсюда не переживать у меня тут вот знакомые появляются лесник которого ели не доели медведи смешно еще интересные в общем пассажиры так скажем они так пообщаюсь еще как бы вполне тут не дают возможность случае чего зарезервироваться просто дам бестолково даже забежать в хату до затопить печку ну то есть если человек сдается как говорится собственно основная задача курсов даже не несколько обучение навыкам там тому сему да сколько воспитания своего характера проверка своего характера но что вы способны и способны ли вы принять вызов а вызов заключается вас самих потому что в городе все таки понтовые но стоит вот так вот отъехать до десяток комаров прожужжить не то что укусит просто прожужжить или клещик проползет и все как говорится сливай воду пацаны ну и рыбалка конечно как говорится ложь бывает на охоте да на выборах статистика и на выборах вот самая большая ложь но рыбалка тоже рядом но по части рыбалки с этой речкой пока не понятно ну кто хочет именно по рыбалке вариант есть чисто рыбалочный пять дней но это как бы пять суток ну и это как бы фарт тут гарантии нет как говорится тут тоже фарт то есть везет человеку нет потому что на самом деле играется личная сил то есть охота за личной сил ну а я просто гарантирую что вы попадете в те места не просто куда-то до что попало места которые реально иметь силу вот ну а место имеет силу она соответственно новичков новичков она в общем дуплит хорошо ну такой вот у силы способ как говорится проверять людей на истинность люди это либо роботы засим прощаюсь у костра у вечернего надо мне тут бензопилу перебрать ее почистить это не интересно абсолютно вот лежит у меня всего продолжим позже сериал тельняшка сушится это сейчас потел пока таскал напиленные чурки